Музыка Сколько нужно копить одной среднестатистической семье для того, чтобы приобрести собственную квартиру? Возьмем, к примеру, условную семью Ивановых с общим ежемесячным доходом в 60 тысяч рублей. Сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей. И обычными математическими действиями мы вычисляем, что где-то через 13 лет семья сможет себе позволить такую покупку. Однако будет ли к тому времени актуально предложение – не факт. И поэтому неудивительно, что спрос на ипотеку с каждым годом растет. Но здесь встает другой вопрос – где взять деньги на первоначальный взнос? Есть несколько возможных вариантов. Хорошим подспорьем может стать использование субсидий от государства, в частности по программе обеспечения жильем молодых семей. Но как получить поддержку и на что еще можно потратить средства – узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Шаги от долгожданной покупки. Квартирный вопрос в этом году планирует решить большая семья Юлии Шишигиной. Вся надежда на субсидию от государства по программе обеспечения жильем молодых семей. В каких условиях сегодня живет многодетная семья и о каком доме на самом деле мечтают – узнаем из нашего материала. Получить субсидию несложно. Главное – в срок и правильно ее использовать. Неосвоенные вовремя средства больше не будут переносить на следующий год. Они просто сгорят. В программу внесли новые правила предоставления поддержки. Об этом и о других нюансах программы поговорим с главным специалистом юриста Минстроя Якутии Музой Винокуровой. Что лучше – квартира без ремонта в новостройке, но по низкой цене, или вторичное жилье с готовой отделкой, но заметно дороже? О предпочтениях горожан и ситуации на рынке недвижимости узнаем из рубрики «Мнение эксперта». Юлия Шишигина – мать пятерых детей. Самому старшему – 8 лет, а младшим совсем недавно исполнился всего месяц. В канун Нового года в семье стало сразу на двух человек больше – родились близняшки. И теперь с каждым днем небольшая квартирка площадью в 32 квадратных метра становится теснее. Старшим детям приходится делить одну комнату, которая днем выполняет роль гостиной. Однако это не главная из проблем. У нас благоустройства нет, к сожалению. Трудно живется, тем более с детьми. У нас последняя надежда остается только на улучшение жилья субсидированием. Очень много затрат приходится на электроэнергию. Старую деревяшку продывают со всех сторон. Комнаты холодные. И чтобы подержать тепло, приходится пользоваться электрическими приборами. О частном доме в семье мечтают уже давно – как взрослые, так и дети. Конечно, мы с мужем мечтаем о двухэтажном доме. В первую очередь, конечно, благоустройство должно быть. И во втором этаже мы хотим комнату сделать, но отдельно девочки, отдельно мальчик, отдельно. Как у принцессы? Какие комнаты у принцессы? Яркие. Яркие. Розовые. И в этом году мечты начинают приобретать вполне реальные очертания. Многодетная семья может оказаться среди 900 других, которые получат субсидию по федеральной программе. Субсидия предоставляется молодым семьям. Возраст каждого из супругов, которых не превышает 35 лет, или неполным семьям, имеющим ребенка, до 35% от расчетной стоимости квартир. Отметим, что помимо федеральных средств, республика выделит на эти цели из бюджета 250 миллионов рублей. Кроме того, муниципалитет софинансирует еще 210 миллионов. Однако в бочке меда не без ложки дегтя. Теперь у нас средства федерального бюджета, они не переходят на следующий год. То есть молодым семьям надо подойти ответственно очень и реализовать свое право именно в этом году. Но наши герои уверены, год, который начался с двойного чуда, должен принести удачу. И у единственной дочки, наконец, появится комната принцессы, а четырем сыновьям будет где развернуться. В этом году помощь от государства должны получить порядка тысячи семей. И это в три раза больше, чем в прошлые года. Известно ли сегодня, кто именно получит субсидии? Да, действительно, в связи с объявленным годом молодежи в республике в этом году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей выделено около 800 миллионов. Из них 250 миллионов – это средства республиканского бюджета, 360 миллионов – это средства федерального бюджета и остатки – это средства местных бюджетов. На эти деньги мы планируем обеспечить жильем порядка тысячи молодых семей. В разные годы обеспечивалось порядка 300-400 молодых семей, а в связи с объявленным годом молодежи это число возрастает. Какие требования предъявляются кандидатам и какие документы нужно принести? Для участия под программой молодой семьи нужно обратиться в органы местного управления с заявлением об участии под программой обеспечения жильем молодых семей. Список необходимых документов – это паспорта, свидетельство о рождении детей при наличии, свидетельство о заключении брака, документы, подтверждающие нуждаемость в жилых помещениях, а также документы, подтверждающие наличие доходов. В первую очередь из общего списка молодых семей учитываются семьи, которые встали на учет в качестве нуждающихся до 2005 года, а также многодетные семьи. А каким образом молодая семья может подтвердить свои доходы? Молодая семья может подтвердить наличие своих собственных доходов. Во-первых, это заработная плата, средства материнского капитала, средства стипендии, пенсии по инвалидности, различные выплаты, имеющиеся вклады в банках. Все имеющиеся доходы, например, аренда от сдачи жилых помещений, все это суммируется и можно показать, как наличие доходов. Если с постановки на очередь прошло несколько лет и за это время семья уже увеличилась, то как нужно поступить этой семье? Нужно ли донести какие-то документы? В случае изменения состава семьи молодая семья при наступлении факта доносит документы в администрацию и на основании этого администрация меняет список получателей. Увеличение состава семьи у нас влияет на размер социальной выплаты. Размер социальной выплаты разный и варьируется по муниципальным образованиям в зависимости от стоимости квадратного метра жилья. Так, например, в городе Якутске молодая семья в составе, например, человек из пяти человек может претендовать на размер социальной выплаты в размере полтора миллиона рублей, а молодая семья из двух человек получает в среднем около 800 тысяч. А, например, по Абыскому Улусу в связи с низким стоимостью квадратного метра, многолетная семья получает социальную выплату в размере 677 тысяч рублей. Каким образом рассчитывается размер субсидий? Размер социальной выплаты составляет 30 и 35% от расчетной стоимости жилья. И учитывается состав семьи, а также стоимость квадратного метра, утвержденная муниципальным образованием. На что можно потратить средства? Только ли на приобретение квартиры? Молодая семья может направить средства на приобретение жилья на вторичном рынке жилья, на строительство индивидуального жилого дома, а также на покрытие ипотечного кредита. После получения субсидий, каким образом семья должна подтвердить целевое использование средств? В какие сроки? Для перечисления социальной выплаты в первую очередь молодые семьи получают свидетельства, подтверждающие их право на получение средств социальной выплаты. Данные средства перечисляются не напрямую гражданам-получателям, они перечисляются в полномоченный орган банк в местном самоуправлении. После предоставления гражданином договоров и необходимых документов, банк уже перечисляет денежные средства на расчетный счет продавца, либо подрядчика. А если это собственное строительство, то каким образом можно подтвердить целевое использование средств? В данном случае социальная выплата может быть направлена непосредственно застройщику при заключении договора с строительством подряда. А что будет, если вовремя не успеть освоить все эти средства? В этом году были внесены изменения в правила предоставления социальных выплат. В случае, если молодая семья не реализовывает социальную выплату, то средства возвращаются в бюджет и не переносятся на следующий год. Раньше у нас было такое, что неосвоенные остатки текущего года переносились на следующий год и гражданин мог реализовать свое право. Однако в этом году правила ужесточились, поэтому молодые семьи обязаны своевременно на свои денежные средства. Молодые специалисты Малджагарского наследия Нюрбинского района справили новоселье. Ключи от новых благоустроенных квартир получили четыре семьи, в том числе и молодая чета от Духовых. Дом построили по линии добрых дел и за счет местного бюджета. Застройщик компании «Мастрой» начала строительство в конце прошлого года и уже сегодня дом готов к заселению. Быстрым темпом работ, как признали строители, обязаны новому оборудованию, благодаря которому в строительстве использовали материалы собственного производства. В прошлом году мы купили станок для обработки профилированного бруса. Из этого материала мы возвели стены и закладывали оклад дома. Поэтому строительство шло без затруднений. За последние пять лет в Малджагарском наследии прошло масштабное строительство, а это для отдаленного поселка с наличием транспортного сообщения только в зимнее время. Большое достижение, но работа на этом не кончается. В планах построить еще один благоустроенный дом на четыре квартиры, а также завершение в этом году строительство детского сада на 35 мест. Большей популярностью сегодня пользуются квартиры однокомнатные, квартиры-студии, так как это более доступное жилье сегодня. Люди в основном, те, кто пользуются ипотекой, естественно, что они сейчас экономят. На первичном рынке сегодня средняя цена закрепилась около 60 тысяч за квадрат. Тогда, когда на вторичном рынке средняя цена калибрится от 80 до 100 тысяч за квадрат. Обусловлено это тем, что люди, продающие вторичный рынок, это в основном собственники своего жилья и выбирают цену, исходя из поверхностного обзора объявлений по интернету. То есть даже не обращаются к специалистам-оценщикам, которые смогут также грамотно оценить их квартиру и выявить действительно ее стоимость. Примерная цена однокомнатной квартиры сегодня на вторичном рынке города Якутска стоит от 3 до 3,5 миллионов. Что же до индивидуального строительства? Возьмем, например, возведение дома 8 на 9 с двумя этажами. В первую очередь нам потребуется брус разных видов для строительства разных частей дома. Он обойдется нам 811 800 рублей. Дальше потребуются доски тоже разных видов. И они обойдутся нам в 200 тысяч рублей. На черепицу для крыши мы заплатим 30,5 тысяч, а на другие расходы у нас уйдут 27 тысяч. В итоге только за материал нам придется выложить больше 1 миллиона рублей. За работу строителя мы заплатим 660 тысяч рублей. И в результате конечная цена большого дома без ремонта обойдется нам где-то 1 миллион 700 тысяч рублей. С одной стороны, хорошее предложение для такого жилья. Однако здесь есть и свои «но». Во-первых, это наличие собственного земельного участка и желательно с уже подведенной к ней инфраструктурой. Подключение дома к инженерным сетям тоже займет некоторое время. Что же лучше, сразу заселиться в готовые квартиры или отложить новоселье на неопределенный срок, решать уже самим жителям. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.